Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Маленькие люди – большой мир Мам! Да, я обязательно это сделаю Мам! Что? Я не могу найти свои шлепанцы Джереми постоянно их надевает И я понятия не имею, где они Мам! Да, где мой мобильник? Где твой мобильник? Я не знаю Эй, Зак! Зак, поторопись! А то я уже опаздываю Ну, я тебе покажу У меня безумная жизнь Очень беспокойная Я постоянно чем-то занята Наверное, именно из-за этого я так много кофе стала пить Мне надо срочно выезжать А ты еще свою форму не нашел Моя мама постоянно на взводе У нее две работы и четыре ребенка Которых надо с утра разбудить и собрать в школу Я заеду в социальную службу, потом в магазин, затем на тренировку Я слежу за тем, что нужно Джереми Тебе рюкзак новый нужен? Что нужно Заку, Молли и Джейкобу? И как только я со всем справляюсь Воспитание четверых детей сложной задачей для любой мамы А если мама Лилипут, это вдвойне непросто Возникают дополнительные сложности Где Зак? Закери! Скорее, Зак У меня две работы Я занимаюсь с дошколятами и работаю администратором местного футбольного клуба Хилсборо Вот, возьмите Спасибо, приходите к нам еще Папа давно предлагал ей уволиться с одной из работ Но мама боится, потому что сейчас отец занят организацией нового бизнеса Добрый день, Мэтт на связи Сейчас я все силы вкладываю в мой новый бизнес Я начинаю новое дело с нуля Мы разработали комплект самых необходимых предметов, которые могут понадобиться маленьким людям во время пребывания в отеле Сейчас я занят оформлением разных документов, после чего наша компания станет официальной организацией Я знаю, что Эми пока не очень верит в успех моего нового бизнеса У нас раз, два, три заказа Здесь это еще не все И еще несколько на голосовой почте Эми вечно жалуется, что ей не хватает денег, потому что сейчас все наши сбережения уходят на организацию бизнеса Ладно, однажды все наши старания будут вознаграждены Надеюсь, скоро Знаете, я уже давно в торговле и привык к всплеску и спаду спроса Но Эми каждый раз так расстраивается Я стараюсь дома не очень-то обсуждать свои деловые вопросы Привет, Фил, как дела, как ты? Все отлично, рад тебя видеть Это мой друг Дэниел Привет, приятно познакомиться Мы заехали посмотреть, как идут продажи Сколько еще товара осталось у вас на складе Да, конечно, проходите, хорошо Сколько нам еще придется вложить в наш бизнес, чтобы он начал работать на нас? Ведь продажа – это сейчас не главная наша проблема Нам надо организовать поставки, и только тогда пойдет прибыль Я пока не могу активно продвигать нашу продукцию на рынке и делать рекламу по отелям А это плохо Я хочу, чтобы у нас была налаженная система поставок Ведь чем больше будет заказов, тем больше будет поставок И тут все зависит от вас, ребята, справитесь ли вы? За нас не волнуйся Фрэнк, Фил, если будут проблемы, они тебе сообщат Это все, что я хотел услышать Спасибо, ребята, очень приятно с вами работать Береги себя, спасибо, до встречи У Эми стакан всегда наполовину пуст Она пессимист, я ее очень люблю, но иногда это раздражает Привет, привет Мэтт не работает с 9 до 6 и не получает регулярного заработка Я всегда волнуюсь, хватит ли нам денег, чтобы оплатить счета Я очень беспокоюсь Смотри, здесь скидка, ты обязательно должна посмотреть Я не привыкла считать, сколько денег в неделю я трачу на еду Посмотри, это стоит почти 4 фунта, а это всего 3 Да, ну и что? Нам еще хот-доги нужны? Соленые крендели? И салфетки Иногда я вижу, как люди разглядывают моих родителей, как этот мужчина в магазине Возможно, они никогда в жизни не видели лилипутов Но мы уже привыкли Мои родители такие И ничего с этим не поделаешь Все нормально Спасибо, Боже Мы потратили кучу денег Итак, сколько? 109 фунтов Мальчики Зак Хватит уже задирать друг друга Прекратите Пока кто-нибудь не покалечился Мам, я играю в нападение, а он в защиту Просто перестаньте и все Я всегда старался жить так, чтобы не раздражать других Но, понимаете, иногда начинается такой сложный этап в жизни И нервы напряжены Времени ни на что не хватает Я пытаюсь заработать как можно больше денег Она очень устает с детьми И мы все бежим куда-то, спешим И напрочь забываем о том, что иногда стоит остановиться И просто спокойно вздохнуть И вот мы так забегались, что совершенно забыли о 18-й годовщине нашей свадьбы И совсем к ней не подготовились Я хочу, чтобы вы сейчас же отправились наверх и помыли ноги И надели пижамы Мы оба так заняты, что у нас даже нет времени на то, чтобы посидеть вместе и просто поговорить Смотрите на меня, я еще не закончила Да-да, подойди Да, мы просто сказали друг другу с годовщиной и продолжили заниматься своими делами Тем, что надо было сделать А что это вы тут делаете? Мы на сегодня выходной взяли специально, а вы? Мои родители не лилипуты Они обычные люди Многие думают, что маленькие люди обязательно рождаются в семьях лилипутов Но часто дети с такими отклонениями рождаются у обычных людей Эй, мне надо вам кое-что сказать Сейчас? Да Хорошо Так Так, мы с Молли говорили вам, ребята, что вы пришли к нам на завтрак В следующее воскресенье Раз ваши родители совсем забыли про свой праздник и ничего не устроили по этому поводу Почему бы нам не отметить их годовщину у нас? Мы собирались устроить завтрак, чтобы дать вашей маме немного отдохнуть Но мы можем приурочить его к их празднику Моя бабушка давно хотела устроить семейный праздник Завтрак или обед и собрать нас всех вместе И заодно решила отпраздновать годовщину родителей У вас дома? Да, соберемся у нас дома, только мы, только семья Как вам такая идея? Она сказала об этом нам с Заком Потому что Джереми и Джейкоб совершенно не умеют хранить секреты И тут же разболтали бы все А мы с Заком самые надежные из нас четверых Хорошо, договорились Звучит отлично Договорились Я пытаюсь здесь немного прибраться Разобрать счета Наверное, у нас никогда не будет так много денег, что Эмми перестанет волноваться В нашем браке много проблем И самая большая из них — это деньги И ее неплохо было бы как-то решить У меня тут налог на недвижимость, я этот счет оплачу Ладно, хорошо Ты можешь оплатить только треть Когда ты хочешь, чтобы я оплатил? Как тебе удобно? У тебя деньги есть? Надеюсь Конечно, у меня есть деньги Как ты могла подумать? В феврале нам надо что-то делать Надо на что-то жить Что? Ты такая смешная, ты вечно о будущем беспокоишься Да нет, вовсе нет Но это уже скоро, после выходных Я думаю о том, что нужно оплатить сейчас, а не в феврале Вот в этом вся и проблема Ты не думаешь о будущем У меня есть деньги на февраль, не волнуйся Ладно, я могу оплатить все эти счета Я устала жить только сегодняшним днем Я не живу сегодняшним днем Живешь Но именно поэтому мы не снимаем жилье Мы живем на собственной ферме, потому что мы думаем о будущем Ты не знаешь, куда делись коричневые деревянные миски? Что коричневые? Коричневые деревянные миски Ты когда на кухне убирался? Я знаю, они точно были А, вон они стоят Где? От холодильника Я их туда убрал Ими все равно никто не пользовался Я пользуюсь Прости, я не знал, что они тебе нужны Слушай, мне кто-то сказал их туда убрать А я говорил, они ей нужны Твоя проблема в том, что у тебя из-под носа все уводят, а ты даже не замечаешь Молли Они на шкафу над холодильником Знаете, я лилипуд И я иногда устаю от того, что не могу все делать самостоятельно Часто бывает, что я не могу что-то достать И я тогда начинаю думать А действительно ли мне это нужно? Хочу ли я кого-то просить о помощи? И с этим я вынужден сталкиваться всю жизнь Как бы мне хотелось просто подойти и достать то, что мне нужно Но все не так просто Отличная растяжка, детка, молодец Вот так С началом учебного года все еще более усложнилось Потому что я снова согласилась тренировать футбольную команду Джейкоба Добрый вечер, футбольный клуб Хиллсборо Я всегда открываю сезон традиционным обедом на свежем воздухе С ребятами из команды и членами их семьи И вот в разгар подготовки мой муж начинает задавать мне какие-то вопросы о семейном бюджете Почему ты сюда блюда поставила? Давай посчитаем траты Что ты покупала в магазине? Школьные принадлежности? Да Диктуй дальше, что еще? Продукты? Какие именно? 500 баксов за неделю? Ну да, 500 Что еще? Школьная форма? Сколько тебе надо денег на нее? Мэтт, у тебя есть там что-нибудь попить? Хорошо, я пойду отсюда А ты наслаждайся одиночеством и делай, что тебе нужно В первый раз от тебя такое слышу Ладно, так, ребята, нам нужно разработать план действий Мы сейчас поедем в магазин и кое-что купим Я хочу... Пока мама готовилась к барбекю с футбольной командой Джейкоба Бабушка забрала нас троих, и мы отправились за покупками для праздного негодовщины родителей Здесь налево, отлично смотритесь Кажется, мы не в ту сторону повернули Зак, ветчина вон там Ты меня разыгрываешь? Отлично Люди вечно удивляются тому, что мы с Заком близнецы Сэр Дек Подвези меня ближе Нет, вон к тому, с голубой этикеткой Хорошо А нам этого точно хватит? Хорошо Я потихоньку начинаю свыкаться с тем, что я лилипуд И даже иногда думаю, что я нормальный Вот сюда, точно сюда Но некоторые люди смотрят на меня с таким удивлением И думают, наверное, как он вообще живет вот такой? Как это возможно? Знаете, это раздражает Иногда Вроде бы все взяли Я знаю, есть какая-то причина, почему я родился таким Но я пока не знаю, что это за причина Все, идем на кассу Маленькие люди, большой мир Часть вторая Привет, ребята, как дела? Моя мама – мой футбольный тренер А это моя команда Привет, я Эми Ролов А это Джейкоб, он мой сын Это Джейкоб, это Джастин Я уже привык к тому, что мои родители лилипуды Но ребята всегда так удивляются Они так странно смотрят на маму Дай пять Но я не сержусь, я уже привык Она уже не вырастет Пора готовить хот-доги Джей, может быть, ты пригласишь ребят к нам в гости И покажешь им нашу ферму Мы живем в Орегоне на собственном ранчо Тринадцать гектаров Это особенное место У нас есть потрясающий дом на дереве И ковбойский городок с туннелем под ним Ничего себе А еще у нас есть пиратский корабль Который мы немного переделали в этом году А еще есть пруд с массой тропинок вокруг него И средневековый замок тоже мы строим Поймай меня Давай Беги Можно я буду в вашей команде? Хорошо Старайся прятаться от остальных Не дай им себя найти Сюда, ребята Как дела, Мэтт? Все хорошо, как вы Отлично, хорошо Вы не часто здесь появляетесь Я знаю, постараюсь в этом году исправиться Это было бы здорово Да, спасибо Приходите А мне кажется, Эмми нравится, что я держусь подальше от ее дел Вполне может быть Не могу сказать, что меня тут не рады видеть, но сами понимаете У меня очень сложная ситуация Эмми обычно обижается, если я лезу в ее дела Но футбол – это большое исключение Я не говорю, что Эмми должна приглашать меня на каждую игру Но я же отец И все, что она делает с детьми, мне интересно И я не могу оставаться в стороне Наших сыновей зовут одинаково Зато у них футболки разного цвета У шаровых молнии красные, а у травяных сурков зеленые Посмотрим, как они себя в игре покажут Сумасшедший парень Сумасшедший Я Эмми Привет, Эмми Я мама Тайлера Я Эмми, тренер Эмми Каждый год в начале сезона у меня есть один страшный момент Первый выход к команде Я смотрю на отцов, какие они все высокие И один из них будет судьей Он очень большой Многие отцы увлекаются спортом И я примерно представляю себе, что они думают Вроде «И эта малышка тренер?» Да что она вообще знает? Она хоть раз в футбол играла? Но я всегда готова к тому, что поначалу меня сложно Нормально воспринимать в качестве тренера Так что если у вас есть ко мне какие-то вопросы Смело их задавайте Или если у вас есть какие-то сомнения Сразу говорите об этом У меня с этим проблем нет И я сразу стараюсь им помочь принять меня Я люблю футбол Я никогда не играла профессионально Но мы с детьми много времени провели на поле Так что уж базовые знания у меня имеются Я вам обещаю великолепный сезон Эй, Зак, Молли Да? Идите сюда Они что, в натуральную величину? Да Хорошо, открываем Моя бабушка распечатала огромную фотографию Фотографию моих родителей Которая была сделана в их медовый месяц Изображение получилось почти в натуральную величину Сейчас я только посмотрю Все, открываю Смотрите Это не в натуральную величину Ну разве они не милашки? Да Давайте бумагу снимем Мама на фото что-то вроде химии на голове Она такая там классная Ей очень идет такая прическа А мне папа очень понравился Он на фото такой стройный Даже высоким кажется Смотри, она держит его костыль Вижу, как мило Мне кажется, Мэтт это прекрасный пример для Зака Он столько пережил, преодолел столько трудностей Но они не смогли его сломить Зак уже цельная личность Я это говорю не как бабушка Он действительно очень хороший человек Мне кажется, у него все будет хорошо Спасибо за помощь, дорогой И знаешь что, пирожок Я уже не могу сказать тебе, хороший мальчик Ты мужчина Ой, я уж подумал, что это папа пришел Кажется, все получается Я немного не обмечаю, потому что Эми ждет ребят на ужин Так что нам надо поторопиться Молли заканчивает последние приготовления Это хорошо Джереми с другом украшают комнату Зак расставляет тарелки Мы украсили стол Их мама любит маргаритки И они у нас есть В комнате стоит их фотография Так что можно сказать, что они уже почти тут Мой отец за эти годы набрал несколько фунтов А мамин лоб стал чуть выше Джереми, Зак Ребята, вы проснулись? Да Вы помните, мы идем к дедушке с бабушкой Зачем? Не знаю Они приготовили для нас завтрак Было совсем не сложно сохранить наш секрет о годовщине в тайне Но мама отвела меня в сторону и спросила, что там намечается Ей всегда надо знать все подробности О боже, господи Сколько лет этому фото? Даже не знаю Я вошел в гостиную своих родителей и увидел наше Сэмми фото с медового месяца Оно было огромного размера И стены так здорово были украшены И когда я понял, что это будет не просто воскресный завтрак с моими родителями Это будет празднование годовщины нашей свадьбы Я даже не помню, что это я тогда химию сделала Когда они увидели свою огромную фотографию стола, мама немного смутилась А папе она очень понравилась Смотрите, какой я тут высокий Я думаю, что идея праздновать годовщину просто отличная Получился очень хороший сюрприз, потому что, собственно, годовщина уже прошла И они не ожидали ничего подобного Хотя мама, может быть, что-то подозревала Джереми, ты скажешь им, почему тут их фото? Потому что у них годовщина Да, я так и знала Ты знала? Как? Конечно, я же все знаю Мы просто подумали, что вам будет приятно Да, да, все отлично Поздравляем с годовщиной, ребята Мне кажется, им есть что праздновать У них четверо прекрасных детей И отличный враг У них, конечно, тоже есть свои проблемы Но со стороны никогда не догадаешься, что в их жизни что-то не так Благодарим тебя, Господи, за то, что ты подарил Эмми и Мэтту ту жизнь, в которой они живут Спасибо тебе за их 18-ю годовщину Аминь, аминь Посмотрите на результат этих 18 лет Четыре прекрасных ребенка Очень вкусно, Молли Они вчера весь день трудились изо всех сил Хочешь вот это попробовать? Это называется нутелла А мы ее на тосты раньше мазали Да, нам пришлось сократить расходы на еду И она уже не помещалась в список Ребята, а вы знаете, какой была жизнь 18 лет назад? Им было бы интересно узнать Я познакомился с вашей мамой на конференции лилипутов На конференции, да А в каком году? В 86-м Я сразу понял, она будет отличной мамой Сразу Да, у него были некоторые черты характера, которых не было у меня Так, эту историю я не слышал У него была потрясающая воля к жизни Он не замечал препятствий Ему не мешало то, что он лилипут И я думаю, как раз это меня в нем и привлекло Да Ты им рассказывал, какие у тебя были требования к женщине Да, да, расскажи Крутая попка? Нет А что? Я всегда говорил, что влюблюсь только в такую женщину Которую я буду любить Даже если ее лицо будет обезображено и искалечено пожаром И это ваша мама Я люблю Вэми все Она даже не знает, насколько сильна я до сих пор ее люблю И как сильно меня к ней тянет все эти годы Я надеюсь Было очень приятно вот так посидеть и отдать должное нашему браку Конечно, мы не можем всегда соглашаться друг с другом на 100%, но если мы сможем обсудить проблему и вспомнить, при каких обстоятельствах мы оказались вместе, мы обязательно найдем правильный выход Тогда, you know, maybe we'll make it Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»